Доброго времени суток. Сегодня я хотел бы разобрать, как сделать запись на прием к врачу на сайте dr16.ru. Этот ролик я посвящаю тем людям, которые не могут попасть к врачу, так как встречают затруднения при записи на прием через сайт. Для начала нужно сделать регистрацию. Нажимаем на кнопку регистрация. Открывается вот такая вкладка. Здесь нужно написать ваш никнейм, логин, который вы будете использовать при входе на этот сайт и который будет отражаться, если вы будете писать вопрос или ответ кому-либо. Нужно написать e-mail, телефон, если у вас есть он, пароль, фамилия, имя, отчество и написать надпись с картинки. Нажав кнопку зарегистрироваться, на вашу почту придет сообщение, в котором написан код. Этот код нужно ввести в открывшемся окне, но, к сожалению, там кнопка продолжить не работает. Поэтому я нашел другой способ активировать почту. Для этого надо нажать на кнопку активация. Здесь нужно ввести логин или e-mail или номер телефона, использовавшийся при регистрации. И ввести тот самый код активации. И затем ввести символ из картинки. И нажать кнопку активировать. После этого вам на почту придет сообщение, где надо, открыв его, перейти по ссылке. И после этого вы зарегистрируете свой аккаунт. После всего, что вы выполнили, следует войти в ваш аккаунт. Для этого в поле логин напишите свой логин. И ниже напишите свой пароль. Нажмите кнопку войти. После этого вы войдете в систему. В личном кабинете следует открыть карточку. Для этого нажмите на кнопку кабинет. И нажмите кнопку добавить карточку. Здесь введите ваше фамилия, имя, отчество. Выберите пол. Дата рождения. Номер полиса. 16 знаков. Снилс. В формате вот таком. Тире нужно ставить вот это тире. И пробел тоже нужно ставить. Номер телефона при наличии. После этого ваша карточка добавляется. Открывается вот такая страничка. К сожалению, у меня случилось что-то не так. И здесь появилась надпись, что не найдено прикреплений в текущем городе. И попробуйте сменить пункт на ознакаево. Хоть я и нажимаю эту кнопочку. Все равно ничего не изменяется. Кнопка обновить прикрепление не работает. Поэтому я сделал запись не отсюда, а с помощью кнопки лечебное учреждение. Нажав на эту кнопку, я выбрал сначала свой город. Город Ознакаево. И выбрал нашу главную больницу. Нажал дальше главное здание. Кнопку расписание. Здесь, допустим, мне нужно попасть к врачу, участковому педиатру. Но вопрос. Какой у меня участок и какой врач? Для того, чтобы решить этот вопрос, нужно снова перейти на страничку с вашей больницей. И нажать кнопку участки. Предположим, что мой участок будет девятым. Для того, чтобы узнать, какой у меня врач должен быть, я ввожу девятый участок. Город Ознакаево. Затем открываю на первую попавшуюся страницу Ознакаево.ЦРБ. И там написано имя моего врача. Снова переходим на сайт доктор16.ru. Нажимаем кнопку лечебные учреждения. Снова выбираем свой город. К сожалению, тут все время приходится выбирать свой город. Выбираем главную больницу. Нажимаем расписание и записаться. Отсюда можно сразу перейти на вот эту вкладку. И здесь мы ищем нужного врача. Если у врача есть вот такая кнопка рядом с именем врачом, значит, нажав на эту кнопку, вы сможете записаться на следующий или другой день. Вот сегодня уже 13 августа. Поэтому 10 августа тут нет приема. 11 нету. 12 нету. А на 13 августа нет талонов. Это значит, что придется записаться не в сегодняшний день, а, например, завтрашний или другой день. На завтра, как вы можете видеть, тоже нет талонов. Если талоны есть, вы нажимаете на синюю цифру, которая тут есть. Это количество свободных талонов. И выбирайте удобное вам время в открывшемся окошке. И нажимаете «Подтвердить запись». После этого я могу вас поздравить, вы наконец-то записались. Если вы уже записались, вы можете посмотреть свои записи в кнопочке «Кабинет», нажав на название своей карточки и записи на прием. И вот тут будет видно ваша запись. Вы можете ее удалить, либо распечатать. На этом, я думаю, все. Большое спасибо тем людям, которые посмотрели это видео. Рекомендую вам поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий, если вы что-то не поняли. Надеюсь, это видео было вам полезным. Будьте здоровы. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...